парни и девчонки всем супер привет сегодня значит у меня он боксинг небольшой посылочки это я получил ее уже очень давно получается две недели назад но до сих пор как бы не дошли руки и открыть даже посмотреть по идее короче это должен быть телефон я решил к новому году короче обновить телефон даже не из-за того что как бы мне сам телефон нужен более современный или что-то такое то есть как бы в том что у меня есть все функции устраивают но меня не устраивает самосвязь потому что у меня сейчас cdmi вот такой вот ну то есть это такая связь у которой нету сим-карты и номер прошивается внутрь то есть этот телефон как бы заложено провайдера такой вот он стоит там что-то 30 чем-то долларов новый из-за того что он заложен и вот без как бы связь очень плохая очень большие шумы интернет практически нигде не доступен очень удобные сами провайдерские утилиты то есть там сообщения голосовая почта все что этого касается ну просто не тематика видео не буду рассказывать сам телефон как бы более-менее нормальный то есть единственное что в нем нормально то есть ну в нем обычный android ну единственное что в нем нормально это только само исполнение то есть корпус экран то есть именно он как бы нифига не царапается я не знаю что за материал но что-то короче какое-то противоударное стекло антицерапающийся то есть он водостойкий ну то есть именно качество изготовления очень хорошая фирма вот это нифига не известная киа сера модель какая-то hydra что-то вот то есть он водостойкий он типа там защита от царапин защита там не знаю от ударов наверно вряд ли ну бы он у меня падал то есть абсолютно на нем ничего не остается то есть вот это только единственное что в нем нормально то есть сам провайдер к мгру качество никакое и нормальный здесь только экран то есть классные цвета и все все остальное как бы полный короче хлам то есть службы поддержки никакой нет ни у провайдера не у этой киа серы то есть они телефоны делают но нифига их не поддерживают то есть там миллионы багов короче как бы про которые не знают они их не фиксуют из простейшего хотя бы сказать что что здесь не работает вообще YouTube, то есть само приложение YouTube на этом телефоне не работает, хотя здесь обычный Android какой-то пятый, и то есть это баг вот именно самого, короче, как бы аппарата, и про это знают, но как бы исправлять это не собираются, прошивки на него новые не приходят, ничего не приходит, то есть внешний телефон неплохой, но именно всё программное обеспечение, короче, в нём барахло и плохая связь, и ещё из недостатков, короче, слабоватая батарея, в общем, я решил переходить на GSM, телефон как бы особо долго не выбирал, потому что я в них не разбираюсь, и сейчас как бы практически все модели одинаковые, то есть, ну, я имею в виду по функциональности, то есть, я выбирал чисто по внешности, то есть, какой мне понравился по красоте, вот, и, ну, в общем, сейчас посмотрим, если он мне ещё не понравится, возможно, буду возвращать, сказать, что-то другое, в общем, давайте открывать и смотреть, то есть, запаковано всё очень-очень круто, и причём пришёл он очень быстро, то есть, я заказывал СИБЭ, как обычно, пришёл он, по-моему, за два дня, ну, так и есть, вот, прошло два дня, доставка бесплатная, запаковано в миллион просто этих самых упаковок, тут ещё одна, ну, то есть, никакого обзора не будет, просто будет только чистый инбоксинг, чтобы посмотреть его внешность и всё, про функцию, я думаю, рассказывать особо смысла нету, потому что сейчас в любых абсолютно телефонах, даже в китайских, в общем, всё практически одинаково, в общем... здесь какая-то инструкция, как его разглачивать, ну, посмотрим, то есть, телефон, по идее, ну, я не знаю про него ничего, то есть, то, что было написано в описании, что новый, разлоченный, ну, вроде бы, как видно, всё запаяно, ну, хрен его знает, сейчас посмотрим... сделана в Корее, модель, вот, SMG870T Green 16 Гигабайт, ничего необычного, вот это, я так понимаю, что логотип ИТИ-ИТИ, я, честно говоря, и не знал, что он ИТИ-ИТИ, здесь, короче, по такому простому названию, называется Samsung Galaxy S5 Active, ну, то есть, абсолютно ничего необычного, какая-то вообще такая супер простенькая коробочка, в общем, ладно, давайте смотреть, что внутри... так, сверху просто, короче, вот такая вот целлофановая плёнка... ну, выглядит всё довольно подозрительно, хотя здесь и есть, вот, вроде, всё заклеено, ничего не повреждено, но... мне это всё не нравится, ладно... ну, в крайнем случае, вернулись, здесь с возвратами проблем никаких нету, тем более, телефон, как бы, такой, ну, средний, не сказать, что он там супер дорогой, но, как бы, и не из дешёвых... здесь, в общем, какие-то чудеса... Quick Start... в общем, здесь нечего абсолютно смотреть... так, сам телефон... всё вроде в пакете, нормально... здесь, короче... sim-карта в комплекте... так, здесь ещё... какие-то бумажки... короче, это гарантия тока... так, смотрим, что тут... наушники... сделаны в Китае... белого цвета почему-то... вроде всё запаковано... здесь регулятор громкости... кнопка... ну, вот написано Samsung... ну, так... ну, короче, USB кабель обычный, micro-USB... такое прикольного качества... глянцевый, будет, белого цвета... короче, зарядка... американская, но... но она универсальная, от 100 до 240 вольт... тоже, всё видно, вот, новая полностью... всё заклеена... в такой... прозрачной тоже плёнке... и батарея... батарея 2800 мА... это очень прикольно... тоже, короче, Samsung... так... давайте её сразу достанем... короче, написано, что сами ячейки сделаны в Японии... собраны в Корее... то есть, батарея, вроде как, японско-корейская... вот это всё барахло китайское... так, это мы уберём... здесь, короче, больше ничего нету... так, давайте смотреть сам телефон... ну, в общем, как я вам говорю, функции не буду рассказывать... то есть, функции такие же самые, как везде... то есть... полностью... то есть, всё, что в обычных телефонах... всё здесь есть... то есть, есть Android... и есть там... всё остальное... то есть, GPS... Wi-Fi... Bluetooth... ну, то есть, вся хрень... я, честно говоря, даже функции не смотрел... из основного, что... в общем-то, из-за чего я брал... то есть, видите, дизайн... какой... и, естественно, он, то есть... ну... как... актив... это... Galaxy S5... то есть, там есть много их всяких модификаций... то есть, там... есть мини... есть ещё что-то... а... а... сами... кто смотрит мой канал... знаете... то... коп, то... ещё что-то... рыбалки... особенно, там, на каяках... везде... то есть, это очень важно... потому что у меня... телефон лежит... вот... постоянно... на него и вода... и всё остальное попадает... то есть, вот этот... как я вам говорю... он... он тоже водостойкий... вот... то есть, водостойкость для меня, в принципе, была... как бы.. обязательной характеристикой... то есть... ну, я так понимаю... что, от обычного... он... отличается вот этим вот усилением... то есть, здесь какой-то вот этот... прочный пластик на углах... вот это... я так понял, то, что... его защищает от ударов... то есть, если он падает... вот этим ударяется, то ничего не происходит... то есть, здесь тоже какое-то должно быть удара прочное покрытие... ну... хотя... понятное дело... если его сильно ударить все равно он разобьется ну и здесь как бы вот у этих у активов у них уникальные расцветки то есть там есть три цвета два однотонных там я не помню какой то есть по моему титан красный по моему что-то типа того и вот такой зеленый то есть вот есть три цвета короче ну я взял зеленый потому что как бы он более менее такой мужская тематика то есть ну и принципе достаточно красивый ну то здесь как бы абсолютно ничего необычного тоже самая камера здесь со всеми естественно современными функциями это вот все тоже прикольно так сделано кнопочка такая вот синенькая ну в общем внешность как бы прикольная вот такая вот единственное что вот этот логотипе но я не знал что здесь это хрень честно ну в принципе хрен с ним особо как бы проблемы нету вот это вот если он разлученный то как бы не в принципе все равно вот давайте попробуем круче его включить но я не знаю как он открывается вот здесь раз два три ну короче вот целая гора таких вот этих вот защелок по всему периметру идут и здесь тоже самое про сборку мужик грил вот сборка корея вот это вот я так понимаю разъем под sim карту и здесь же разъем идет под микро сди то есть нем память 16 можно еще расширять вот эта камера вот эти вспышка еще какие-то два датчика не знаю чё это и вот здесь вот тут это вывод видно вот это здорово идет такая серая резина вот прокладка и здесь вот ну и в общем единственное что можно включить посмотреть как он выглядит включенный присуток закрыть надо вот здесь вот я не попал в эти его вставить сначала надо вот здесь сначала вставить а потом уже закрывать все все защелки защелкнулись ну как бы абсолютно ничего не скрипит не люфти то есть собрано все очень качественно знают это включение он короче не включается может быть батарея разряжена может быть это не включение может это включи да вот это вот значит включение здесь круче такую голубой шоу индикатор диску же круче дофига всяких вот этих датчиков крошу ладно это нам не надо ну и в принципе вот это я так понимаю и все есть обычная все то же самое шоу андроиды никаких общем то чудес вот здесь круче суренка какая-то вот 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 круче целая хера угора всяких настроек android 444 какой-то вообще супер старая наверное можно уже обновить будет его лучшему такая вот парни телефон в общем тут надо зафига разбираться потому что я по этими функциями всеми никогда не пользовался вот в общем то как я вам говорю обзор делать смысла нету хотел вам просто показать как выглядит это вот с 5 актив ужин чё на себя так в общих чертах представляет вот чё с ней в комплекте как она выглядит здесь вот разъем под микро юсби то есть он видите он тоже короче водостойки то есть здесь вот силиконовая такая прокладка и то же самое вот она там защелкивается когда туда вставляется то есть полностью все водозащищенная наушников на что фига каких-то датчиков и кран не знаю какое разрешение ну то есть такой большой ну то есть прикольный вот такой телефон чисто мужской то есть и по расцветке и по дизайну вот здесь вот идет вот такой вот видно как бордюрщик вокруг всего экрана то есть это видимо для того что когда его так вот кладешь чтобы он не царапался потому что сам экран как бы не касается поверхности она лежит вот на этом ребре кнопки здесь наоборот например чем у меня потому что вот у меня бэк здесь было здесь она почему-то тут то есть я не знаю где она должна быть в реальности тут она тут почему-то находится но включение в принципе удобно тут вот у меня сверху тут нифига не удобно короче кнопка вот это включение это обычные кнопки чтобы управлять андроидом и здесь вот это вот скорее всего регулировка громкость а вот это вот синяя это камера на я так думаю хрен его знаю а нет это не камера это вот входит вот в эту хрен барометра компас какой-то активити зоны да вот компас ну это фонарь типа то есть его можно мигающее делать и вся хрень ну и яркость можно он вообще супер ярко делать короче барометр компас фонарь с миганием и с яркостью секундомер секундомер все на эту кнопку это вызывается хрень это камера получается ну как бы выглядит все очень в принципе прикольно это вот я не знаю что за херня это майн магазин ну в общем все остальное такое же обычное как во всех андроидах короче только как бы другой дизайн и все то есть это все можно переделать просто настроить то есть кому как удобно ну вот этот телефон обычный контакты сообщения работает все очень быстро то есть абсолютно никаких чудес моментально можно блин фонарь круто то есть телефонных же выключила фонарь у меня остался включен это блин офигенно конечно теперь надо обратно включать короче телефон искать этот фонарь и отключать его он отключился что ушла на уже вот такие вот парни дела вот то есть в принципе больше никаких чудес тут нету то есть фонарь барометра компас и секундомер я думаю что это круче везде как бы есть мы все остальное естественно тут есть всякие gps и wi-fi и bluetooth и то есть вся эта хрень потом все то же самое что есть в андроиде то есть из преимуществ как бы противоударные функции ну то что сборка корея и как бы прикольный дизайн почему такой телефон как бы он недорогой я так думаю в два раза дешевле чем iphone в принципе по функциональности не хуже плюсом защищен чем как я думаю в принципе неплохая покупка ну подключу его когда к этому провайдеру то есть куплю симку попробую что как он там работает потом подумать ну я думаю что скорее всего оставлю потому что мне в принципе ну как бы особых проблем не вижу единственное только что вот это вот что он брендированный я честно говоря про это не знал по моему ничего не говорилось было просто написано что новый шоу он вот про то что он вот это вот эти эти я не помню что когда его покупал там что-то про это говорилось ну я не знаю если они без этого логотипа потому что как бы самсунга есть некоторые модели которые только в сетях каких-то продаются определенных провайдеров может быть его без этого бренда вообще нет не существует я как бы не разбирался как я вам говорю я посмотрел там посидел просто все что сейчас продается и то есть искал в основном и защищенных телефонов то есть были там и другие варианты но вы по цене по качеству короче решила ну и естественно дизайн то есть вот такие вот дела парни подписывайтесь на канал ставьте лайки по телефону еще какие вопросы спрашивайте в комментах вот всем огромное спасибо за просмотр всем пока и удачи всего хорошего до новых встреч